Вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет лишающее значение. — Я не помню. — Не помню, что дата рождения у своих? — Нет. — Нет, а почему? — Ну, не знаю, зачем я помню. — Проблемы какие-то, да? — Нет, всегда 19. — О, да? — Да. — Семистично. Такого легкого вопроса уже посыпались, да? Готовьте следующие вопросы. — Нет, это персональные данные. — По-моему, Московский кредитный банк. Жигалина Андрея Денича. Одел заскания. Не удавляю записи разговора. Слышите могу? — Да, слушаю. — А это вы? — Да. — Заним по поводу вашей кредитной карты. 19-й день просрочена в задолженности. Сумма 1722 рубля — 33 копейки. Кребуальный банк оплатить за 21 июня. Почему до сих пор не оплатили? — Нет требования банка. — Что требования банка? — Не видела. — А, вам не нужно его увидеть. Вам нужно узнать, что у вас есть долг. Да, и, кстати, знаете, если, например, вы себе закажете, например, просто в стороннюю организацию или даже в другом банке выписку по кредитной истории своей, вы увидите просроченную задолженность больше двух недель. Так сможете убедиться в том, что долг-то есть. Информация передается, беру кредитную историю. — Вы говорите, что банк требует или выставляет требования. Так делайте это красиво и правильно по закону. — Мы красиво и правильно делаем. — Не вам телефонного разговора. — Зая Михайловна, мы на вас на текущем этапе бумагу тратить не будем. Представить вам ничего не собираемся. — А, а я не буду на вас в твое время тратить. Вы свободны. — Вам тогда, в таком случае, мы перезвоним. Разговариваем, все равно придется. — Ты думаешь? — Мы на твое время переходили. Воспытание показывать не нужно. — Ну, мое неуважение к тебе я показала. Это главное. — Зачем? — Ну, потому что ты себя повел неправильно. Ты немножко себя ставишь выше меня. Это неправильно. — Изначально это вы себя видите неправильно. — Я именно на ступень, а может и на две, а может и на десять выше. — Вы вообще-то 1800 рублей платить не можете. — Не хочу. — Снимаешь разницу? — Не могу и не хочу. Вот я не хочу. — Да-да, конечно. — Вот-вот. — Почему-то я вам только не верю. — Это у вас право. Я вас не убеждаю. — Второй месяц-то так подарят. — Так ответил. — Не водить меня в заблуждение-то. — Виолетово. — И заодно сам себя не водить в заблуждение. — Виолетово. Сам себя в блуд вел. — Вы меня слышите, Зая Михайловна? — И себя не водить в заблуждение заодно. — Сам себя ввел в блуд. — Работаете? — Это ты будешь дома таким тоном у твоей жены стоять. — Нет, это исключительно. — Работает она либо нет. — И получит ли она зарплату, а может быть нет. — А со мной я тебе не позволю так разговаривать. — Исключительно с Зоей Михайловной будем так и разговаривать. — У меня ты червяк. — Вам это понятно? — Может быть ты думаешь, что ты в банке крутыш? — Алло. — Это только в твоих мечтах. — Я хотя бы 1800 рублей платить могу. — Так вы, Михайловна, меня слышите? — Может, плати всем подряд. — А я лучше и тысячу. — У меня слышите, Зая Михайловна? — Для своих родных. — Алло. — Ты сразу оглох. — Вы на диалог, как я понял, не настроены? — Когда узнаем глохнуть. — Угу. — Это очень удобно. — Вам перезвонить нужно, да? — Ну. — Плохо быть тупым, а еще и глухим. — Перезвонить нужно? — Зая Михайловна, настроены на диалог? — Если тебе будет легче от этого, перезвони. — А анкетные данные менялись? — Да нахер бы ты пошел? — Перезвоним. Ищите денежные средства и на диалог настраивайтесь. Говорить вам все равно пройдет. Никуда не денется. Это точно так же, как и оплачивать вам долг пройдет. Тоже никуда не денется. — Какая важная фигура. — Пойди отсюда. — Выступает звонок из компании «Байфинанская специалист Волоха» по финансированию заказчику разговаривать. — Волоха. — Выступает звонок по причине наличия задолженности. — По причине наличия. — На пляс иди, загорать надо. — Волоха. — 29 января 2021 года. — Волоха. — Имеется 85 дней просрочка по оплате. Есть 46 и 128 рублей 70 копеек. — Сумма для возврата графика службы. — Плачет по данной задолженности необходимо внести до 20 июня. — Катяна Викторовна, плачет когда будет месяц у вас? — Как в путешествие вернусь. — Из какого путешествия? — Из кругосветного. — Из кругосветного? — Это там, где переворачивается сейчас кто-то, да? — Я не знаю, где у кого переворачивается там у вас. — Мечтайте. — Вы держитесь там, в Брянске, держитесь. Не переверните. — Вы мечтаете, я так понимаю, да? — А после сердца, Катяна Викторовна, ну никак. — Ну я не знаю, чем ты там мечтаешь-то. Волоха всегда такая сказочница, такая выдумщица, такая фантазерка. Такое всегда рассказывает. Тебя заслушаться можно, Волоха. От твоего вранья, мне кажется, можно круглосуточно смеяться. — Вообще бодришь, бодришь. — Ты разговаривай хотя бы четко. Сидит там, побаивается всех, побаивается, согрызается, но сама всех боится. — Очень боюсь, очень боюсь. — Ты конечно боишься. Ты вот-вот им словартом поноси и просто утопаешь уже. В тебя столько агрессии летит. Потому что ты столько людям вранья донесла за все время работы, что Волоху, тебе кажется, каждый знает. А кто не знает, надо помочь, чтобы все знали. Не верьте Волохе. Такая чумушная баба. — Ой, сейчас она какой-то вывод свой сделает. Вот этот операторша с китайской гарнитурой на башке с зарплатой в 17 тысяч рублей сейчас делает свои выводы. Но главное — не образованные ни капли и нисколько. А выводы делает. Скрипты читает. — Уверена, уверена. Наверное, давно работает. И причем такая сжатая до денег, как бы ее не крыли, чтобы ей не говорили. Она всегда дочитает скрипт до конца, чтобы ей звонок досчитали. У них зарплату как... Сука, за каждый звонок кости кидают. А они радостно тявкают дальше. Тявкают, тявкают звонко. Пусть за чужие деньги, но тявкают. Вот сейчас поговорит, ей кости кинут. Угу. И она будет счастливая. — Алло. — Здравствуйте. — Да-да. — Сергеевна, это вы? — Да. — Это общество с ограниченной ответственностью региональное служебное взыскание. Медод Бакулова и Ирина Карасаевна ведется запись разговора. Звоню вам по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией ОРСВ, первоначальный долг образован компанией ОНФК «Экофинанс». Сумма долга на сегодня — 41 тысячи шестьсот шестьдесят три рубля. 27 ноября 2019 году выбрали микрокредит по номеру договора 459-907-76, актуальная просрочка 538 дней. Выбрали сумму 30 тысяч, ваша последняя оплата была на сумму 12 рублей 18 января 2021 году. Всего вы оплатили 22 тысячи 56 рублей. Срок закрытия у вас по договору стоит 26 января 2020 года. В установленной сроке вы оплату не производили. 29 января 2021 году была переуступка прав требований на основании 380-го статьи Гражданского кодекса. На данном этапе ваше дело находится на досудебной стадии в компании ОРСВ. В случае неоплата долга суд будет проходить в одностороннем порядке, без вызова сторон по адресу регистрации СНС, что влечет за собой дополнительные судебные издержки с вашей стороны, со стороны кредиторов, передачи стратегии на характеристики Бюро кредитных историй. Ваш кредитор требуется с оплатой полной суммы долга до 19 миллионов. Оплата будет с вашей стороны? Оплата будет с вашей стороны, Ольга Сергеевна? Нет, не будет. Я вам заплатила 12 рублей. По какой причине? Вы мне даже спасибо скажете. Вы не нам платили, вы платили вашему первоначальному кредитору, оплатили не всю сумму полностью. Платят и вам и им 12 рублей-то. Ольга Сергеевна, вы можете сейчас халатное отношение здесь не демонстрировать с вашей стороны. Оплата будет в любом случае. А у меня не халатная. Если не добровольная, значит принудительная. Понятно? Я не халатная, а пижамная отношение. В случае неоплаты возможно увеличение суммы долга на основании 330 статьи Гражданскому Космосу. Также возможно судебное регулирование и передача данных в бюро округительных историй. Вы что думали? Вы взяли деньги, не вернулись, вас за это ничего не будет? Я сказала, что вы по вашему желанию хотите передаете в БКИ информацию, хотите нет? Уточните мне ваш адрес. Уточните мне ваш адрес. Уточняйте. Адрес уточняйте? Возможно по вашему адресу назначить специалиста. Уточняйте. Уточняйте. Командирский сидит мне там. Я тебя не слушаю. У тебя слышать. А вы выслушаете. Помимо этого... Ты так торопишься, хочешь только информацию искать, причем недостоверно. И суд будет в одностороннем порядке. Скажите мне, пожалуйста, мы не раз пытаемся с вами. Ты едет и давайте не говорите. Вы все время смеете. И отвечайте. Она там разошлась, разошлась-то. Да успокойся, говорю. Треться, сиди об стену лбом. И все, у тебя наладится. И спокойно поговорить. Я, к сожалению, не дуне нужно прервать разговор с вами. Разговор с вами некорректный. Ну иди, как уйди. Уйди об стену тогда. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Да. У вас номер определился как спам, значит, вы не хороший человек, значит, вы какая-то зараза, а здороваться с заразой я не хочу, чтобы у вас здоровье было. А вы ребенок? Нет, я не ребенок. А я, мне кажется, вы ребенок. Ну, если вам так кажется, тогда пошла вон. Да, Наталья Владимировна, а тогда решайте вопрос в принудительном порядке. Кем решать вопрос-то надо? Я ж не знаю, что за зараза звонить. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Алла Григорьевна? Да. Здравствуйте. Меня зовут Шипицин Сергей Юрьевич, компания «СКМ», информировала запись. Я вам по почтабанку звоню. А? Мы с вами ранее уже разговаривали. Скажите, по какой причине отказываетесь в добровольном порядке вопрос решать? С чем это связано? Такое у меня сейчас, как сказать, внутреннее убеждение, что не стоит больше мне вносить денежные средства в добровольном порядке. Не стоит мне рваться, не стоит мне где-то пытаться найти эти денежные средства, не стоит мне как бы отказывать и ограничивать себя во всем. Ну, хватит. А как вы намерены из ситуации выходить? Ну, я думаю, что об этом должен думать банк. Зачем мне об этом думать? Меня устраивает вот подобная ситуация, что я в данный момент нахожусь. Да, меня это устраивает. Да, это прискорбно. Думайте о банках. Ну, зачем мне надо? Мне есть о ком, о чем думать. Это, конечно, прискорбно, что вас все устраивает такое положение ваше. Хорошо, Алла Григорьевна. Может, жизнь наладится, может, работу смените, может, человеком станете, в конце концов. Ну, зачем так печалиться-то? Ну, вас не получилось задеть меня? Ну, я и не собиралась, я как бы предложила, что если вы перестанете грустить, у вас, может быть, что-то и наладится. Возможно, это же не факт, но вдруг ты найдешь себе хорошего мужа, да, у вас будет лад в семье. Алла Григорьевна, вы прекрасно понимаете, да, что ваш договор уже передали на досудебную стадию, и что данные денежные средства вы в любом случае вернете через судебных приставов. Ну, давайте начнем с того, что не средства, а денежные средства. Ваша досудебная стадия меня никоим образом не волнует. Какие у вас там стадии, из какого кабинета, в какой вы будете носить мое кредитное досье, как вы там будете со мной думать, как вы будете мучиться. Я не хочу за вас переживать, вы пришли на работу, вам зарплату платят, думайте сами. До вас информацию довели о том, что сейчас у вас есть время в добровольном порядке вопросы регулировать. Спасибо, я поняла, услышала все, отказалась от выполнения своих обязательств в добровольном порядке. Просто если бы я хотела их выполнить и исполнить, я бы, конечно же, без вашего звонка это сделала. Я думаю, что у вас просто нет данных денежных средств. Ну, вы можете думать, что угодно, как угодно. А вы сами так раньше говорили. Это ваше дело. Да, вы Григорьевна, да. Вы же сами говорили, что зарплата мизерная, маленькая зарплата. Я вам сказала сейчас, что свою зарплату ни слова не говорила. Ну да, это было 10 числа. Ну, кто там 10 что разговаривает, я не знаю, я в данный момент вам ничего такого. Что, получается, вы за славу и не отвечаете. Я вообще с вами 10 числа не разговаривала, если так-то. Ну, вы не разговаривали ни со мной, ни со специалистом другим. Ну, и с другими я не разговаривала. Я вам сейчас скажу. Я вам сейчас с Дмитрием Анатольевичем. А звонки-то все фиксируются, о чем вы говорите. Вот, но если Дмитрий Анатольевич и вы утверждаете, что я разговаривал с вами 10 числа, то это пока голословное заявление. Пожалуйста, давайте мы с вами определим и действительно установим факт, что разговаривал именно я. Это может сделать только фаноскопическая экспертиза. Назначайте, проводите все, что хотите делать. Ага, Григорьевна, а нам-то какой интерес? Мы прекрасно понимаем ваше финансовое положение. Вы можете понимать, опять же, что угодно. И у нас ничем не удивительно. Я тоже прекрасно понимаю, что вы нищеброды, которые должны сидеть только на телефоне целыми днями и понимать. Понимать и понимать. Нищеброды? Да. Но понимать мы все можем. Замечащие судьи. Мы можем что-то понимать. Смотрите, а вы так же в селе Дивное проживаете? Вы приехать хотите? Можно. По улице. По водителю. Необходимо картофку положить. Приезжайте. Как раз я вам тяпочки вручу и вы мне работу сделаете. Так, хорошо, Григорьевна, смотрите, до вас информацию довели. Ожидайте более серьезных последствий. А что насчет картофки? Удобово. До свидания. Самостоятельно придется. Самостоятельно придется. Самостоятельно придется. Это совсем противное. Значит, хотел с какой-то целью спрашивал. А? Или ты думал, я сейчас дернусь? Куда вы дернетесь? Нет, мне просто необходимо внести информацию, что в случае чего Аллу Григорьевну можно будет найти по адресу регистрации. Я тоже в нашу информацию, что в случае неприбытия для прополки картофеля следующее взаимодействие вы будете после прибытия. Давай, пока. Мальчонка. Здравствуйте. Да, да. Звонок из Сбербанка России поступает. Всем день, новолития, овец, 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 диалог записывается. А, Александра, это вы? Да. Звонок поступает по кредитной карте, у вас сфиксируется задолженность, недоплата по кредитной карте. Это 3 рубля. Вы получали информацию? Знали о недоплате? Нет, не знала. По кредитной карте? Кредитная карта лимитом 94 тысячи у вас? Ага. Сумму передоплаты не уточняли? Нет. Не уточнили, да? А вы как оплачиваете обычно, каким способом? По разному. Сбербанком онлайн пользуетесь? Конечно. Я поняла. Платеж поступил позднее, начислены были неустойки, вот оплата в полном объеме не поступила. Сегодня, завтра вы внесете эту сумму? 3 рубля? Я думала, есть у вас возможность? Бербанк, да. 3 рубля перевести. На кредитную карту. Найду, думаю. Последние цифры 40-55, вот активно. Переведете так? Ну да. Информация с вашего фиксира. Можно проверять в личном кабинете Бербанка онлайн покупления платежа. Перезванивать дополнительно, после оплаты не требуется. Он, на самом деле, даже незначительно столько. 3 рубля надо заплатить. Сбербанк помирает. Без 3 рублей. Ушкин кот. Если даже у вас была задолженность одна копейка. Да я понимаю, конечно. Пожалуйста, не нарушайте. Будьте внимательны. Всегда вносите до одной копейки, чтобы не было задолженности у вас. Иначе 3 рублей. Через месяц сколько там рублей-то я уже буду должна? Я понимаю, что непосредственная сумма. Девушка, через месяц, если я 3 рубля не внесу, сколько я буду должна с этих 3 рублей? Следующий платеж у вас еще не сформирован. Да. Всего доброго. До свидания. 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 До свидания.